Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о вакуумном аппарате в вакууматоре Oberhof. В вакууме продукты не окисляются, не обветриваются, на них не размножается патогенная флора и срок хранения в вакууме увеличивается в несколько раз. Итак, вот сам аппарат, еще два шланга для упаковки в контейнеры и вот такая пробка, это для бутылок, рулоны для хранения и варки и пакеты. А также идет в подарок многофункциональная овощерезка с шестью ножами в комплекте. Я взяла рулон, отрезала кусочек, сейчас будем пробовать запаивать. Здесь имеется сенсорная панель. А на панели, значит, есть кнопка стоп, режимы, турбо и мягкий режим, сухая и влажная, это, значит, запайка и вакуум. Итак, начинаем. По умолчанию идет турбо. И пробуем запаять. Я при вас первый раз не пользуюсь. Так, кладем, значит, вот сюда. Для запаивания, я так думаю, наверное, сюда, а для вакуума сюда. Закрываем. И нажимаем кнопочку запайка. И ждем, когда эта кнопочка погаснет. Все погасло. Проверяем. Смотрите, все запаялось. Теперь это у нас уже мешочек. Капусту нашинкую и уберу в вакуумный пакет. Итак, я капусту поместила в пакет. Можно было, конечно, не шинковать, но я пошинковала. Зато потом достану, если надо. И сделаю хоть салат, хоть капусту потушу. И еще хорошо, что вот если, допустим, я бы оставила так, за две недели капуста бы завяла. А здесь мне капуста будет две недели свежей. Так, накрываем. Теперь я помещаю уже упаковку, где вакуум происходит. Так. Защелкиваю. И начинаем. Значит, труба. Сухая или влажная. Влажная у нас. И вакуум. Все, теперь идет запайка. Все, запайка отключилась. Нажимаем на кнопочки и смотрим. Смотрите. Теперь капуста будет лежать как свежая. В две недели есть совершенно ничего не будет. Еще у меня есть соленое сало. Оно уже в морозилке у меня лежит. Просто в пакете. И быстро заветрится. Оно засолено просто в рассоле. Сейчас я его намажу приправой. И тоже завакуумирую. Итак, два пакетика я уже сделала. Мне нужно три. Кладем. Я уже приспособилась. Запаиваем. Все. Вот, смотрите, ошибка. Сползло. Если эти, вот эти, я сделала прям все хорошо. А здесь сползло. Так что надо еще раз. А, у меня я криво отрезала. Все понятно. Я криво отрезала, поэтому так. Так, давайте еще разочек. Нажимаем. Готово. Вот, теперь все хорошо. Теперь я помещаю сюда сало. Наверное, я сюда два кусочка положу. И вакуумирую. И вакуумирую. Нечаянно нажала. Видите, как реагирует. Аж испугалась. Так, все. Теперь пошло вакуум. Вакуум. Идет запайка. Все, готово. Смотрите. Все запаялось. Все вакуумировалось. И вот так сейчас быстро-быстро впитает в себя всю приправу сало. И все. Я выберу в морозилку. И никакие запахи. Ничего, никуда. Будет храниться долго. Так, сейчас я сделаю еще. Здесь я сделаю отдельный. По одному. Куточку. Так. Укладываем. Прижимаем. Прижимаем. Запайка идет. Готово. Сейчас я сделаю еще третью. И вернусь. Вот как будет храниться. Прекрасно. Просто в мешочке оно, конечно, будет принимать запах холодильника. А в таких пакетах все будет отлично. Все. За минутку, за секунды какие-то я подготовила сало. Сейчас уберу морозилку. И красота. А сейчас я замариную грудку. Наверное, достаточно. Хорошенечко ее надо натеревать. Теперь я беру готовый пакет. И вот здесь подворачиваю. Чтобы края были сухие. И укладываю. Грудку. Грудку. Распределяю. Эту грудку я сейчас буду варить в кастрюле. Промаринуется она у меня минут 20. Значит, у нас здесь идет режим опять turbo и мягкий. Переходим на мягкий режим. Так как нам не надо сильно. Затем влажное. Влажное оставляем. Укладываем. Так, чтобы вам было видно. Укладываем в аккуматор. Накрываем. Все. И нажимаем. Все идет запайка. Отключилось. Открываем. Запаялось оно мягко. Сейчас покажу. Если капусту мы запаяли. Видите, как камень стал. А здесь мягкая запайка. Здесь есть место, где варится сок. Так что сейчас у меня закипит вода. И я поставлю ее варить. Вода у меня закипела. Я ее убавляю, чтобы температура была постоянно одинаковая. Прям ставлю на медленный-медленный огонь. Помещаю сюда мяско. Все. И пусть варится. Тоже очень удобно. Пришел с работы. Пакетик достал с холодильника. Положил в воду с кипятком. Пока ты раздеваешься, пока что делаешь, оно у тебя уже готово. Также пакеты и рулоны можно заказать на их сайте. Ссылку на этот вакууматор я оставлю в описании. Мне очень понравилось. Очень удобно. Теперь я буду им пользоваться. Я даже не ожидала, что такой хороший будет вакууматор. Что он мне понадобится. Теперь я буду упаковывать в нем ягоду на зиму. Давайте я вам покажу поближе. На зиму ягоду буду упаковывать. Если, допустим, осталась какая-то морковка нашинкованная или укропчик, петрушка. Все завакуумировали, убрали. И оно хранится долго. Итак, наше мясо готово. Смотрите, варилось оно в собственном соку. Я немного его остудила. Теперь давайте разрежем. Ножницы у меня кухонные, специальные. Я ими работаю только на кухне. Перекладываем. О, готово. Я боялась, что оно будет не готово. Мне кажется, я готовила 2 часа, но теперь я думаю, что можно было готовить еще поменьше времени. Приготовилось просто великолепно. Какая прелесть. Сейчас хочу показать. Смотрите, как все разварилось. Потому что все приготовилось просто прекрасно. Ой. Оно еще немножечко постояло. Впитало назад сок. Так. Сейчас все переложила. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Давайте попробуем отрезать кусочек. Вот этого. О, прям распадается. Я даже отрезать не могу. Все распадается. Красота. Пробуем. Готово. Очень вкусно. Мягенько. Просто отлично. Я варила 2 часа. Можно, наверное, варить меньше. Ну, 2 часа тоже можно. Сочное, вкусное. Ссылку на этот сайт оберхов я оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите. Изучайте. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.